какие красивые цветочки всем хорошего отличного дня сейчас мы пойдем кушаем готовить мои дорогие так вот вот они наши продукты сегодня нам понадобится для приготовления салатов закручивающие банки на зиму вот такой вот болгарский перец разноцветный 0 5 килограмм дальше морковочка килограмм этот салат очень вкусный у него можно есть любыми с приготовленными другими продуктами короче говоря язык уже неправильно разговаривает как всегда помидорчика два с половиной килограмма помидоры все свои нас выросли такие вот все хорошенькие помидорчики прям их жалко резать мне конечно не жалко это нам не жалко у них такие персик прям и 500 грамм лука сейчас будем резать всем привет мои дорогие зрители как ваши дела давно я не снимала видос сейчас мы будем готовить салат очистим лук сначала вот чем вы занимаетесь я хочу вам рассказать одну фигню я очень сильно читаю вам что русскийSwин но вы знаете я хотел вас найти здесь вот все хорошенькие репсиатры и réponse к нам и быть все хорошеньким ахрю exam cribом то есть я немного декоративной очереди декоративной аренции подсказке на зиму и декоративной аренции клавиазы я хочу вам рассказать вам про хрен тв и декоративно там салат в страницах я club как я убираю но они вам о радость там до появляются к нам и что я думаю мы мурируем Продолжение следует... 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 Считаешься моментами, людьми, одежду смотришь и выбираешь. Вот по этой фигне я соскучилась. Потому что раньше я могла в Ростове-Нававилово выйти на остановку и поехать, куда глаза глядят. И не важно, что у меня дома, какие проблемы. Я сама себя кайф поймала на чем-нибудь таком хорошем. И у меня все хорошо. Ох, сейчас порезалась я, просто знаете, ну не сильно, может я просто задела. Крови нет, слава богу. Вот. Ну а сейчас решила видео записать, потому что тоже надо выложить хоть какое-нибудь видео. И подписчиков все меньше, все меньше. И тут меня хвалит, хвалит потихоньку. Вот. Ну меня просмотры, конечно, тоже радуют. Ну, правда, очень мало, но всего по чуть-чуть, как говорят. Москва тоже не сразу построила. Сейчас лук порежем мы с вами. Как ваши дела? Рассказывайте. Чем вообще, как лето прошло у вас? Как проводите? Я, кстати, в этом году на море не ездила. Вот. Ну, потому что я окунулась полностью в свою профессию. Вот. Потом еще родители стали открывать в магазин. Все нехорошо. Слава богу. Вот. Я сейчас подучусь, думаю. Подучусь на парикмахера. Я сколько лет не занималась парикмахерским искусством. Вот. Сейчас заново окунулась в эту профессию. С нуля, так сказать. Вот. И это. Маска капает. Прямо. Интересно, какая кожа будет после маски, да? И вот, окунулась я в парикмахерское искусство с нуля, так сказать. У меня, вроде, получается. У меня уже есть свои клиенты за два месяца работы. У меня уже есть свои клиенты. Это так приятно вообще. В дальнейшем у меня хочу научиться делать фейп. Вот. Во всех стрижках мужских буду делать, учиться потихоньку. к фейту. Вот. В принципе, знать, как технику, технику, какие машинки используются для этого. Там ничего, в принципе, я считаю, сложного нет. Научиться можно всегда и всему. Вот. И потом можно клиентов на обеде, потом можно спокойно вкусовым просто играть. Тем более, здесь это можно сделать. Здесь аренда недорогая. Вот. Вот такие у меня планы. Еще я себе заказала новый фен. Деваль. Вот. Вот. ему уже сколько лет в обед. Но он пошкарябанный и там чуть-чуть провод отходит. Поэтому я решила себе новый заказать фен. Вот. Сейчас я лук порежу. И вообще будет прекрасно у нас с вами. Вот так вот. Ну вот. Мы с вами нарезали лук. Не знаю, видно ли мне или нет. Короче, ладно, сяду. Нарезали мы с вами лук, дорогие мои. Шкорки валяются от лука. Сейчас дело будет в помидорчиков. Сейчас будем резать 2,5 килограмма помидорчики. А потом, я думаю, это все в одну кастрюлю и поставим на мелкий огонь. Тушиться, вариться. Ну, наверное, часик-полтора. А там дальше я вам... Дальше потом, что будет, то и будет. Расскажу. Итак. Идем за чашкой помидор. Вот. Принесла чашку для порезанных помидор. Вот они, помидорчики. Они все такие вот хорошенькие. Их прям кушать хочется. Ножик мы помыли от лука. И начинаем резать помидорчики. Их нужно меленько нарезать. Вот. Ну, как меленько, они же, наверное, вариться будут. Вот. И средними кусочками, думаю, порезать. Не сильно мелко. Ну, конечно, не знаю, какими. Ну, в WhatsApp мне написали, то, что этот салат нужно... Ну, ну, такими кусочками, короче, треугольничками резать. Ну, не сильно мелко, и не сильно крупно, как бы. Поняли, да? Вот. Я вам так разверну. Типа я такой офигенный повар. То, что... Не знаю, слышно вам или нет. Ну, и я режу, типа, помидоры. Вот так вот. Плохие штучки мы оставляем. Потом мы их не выкидываем, а даем курям. У нас есть дома куры. Вот. И они эту штуку любят. Овощи всякие разные, вкусные. Они прям обожают эту штуку и есть. Корм. Для курей это рай. Рай помидорный рай. Мы им отдаем все, что угодно. И морковку, и можем даже... Ну, всякую, ненужные всякие отходы отдаем курам. Чтоб они у нас были упитанные, вкусные. Правда, в Брянске и в Брянской области никто, вот в деревнях, в селах, да, никто курей не ест. Это у них такая вот особенность. Курей только едят в Ростовской области. Зарезают, отрубают им головы, и только тогда они едят. А так? Нет, не едят. Вот здесь я говорю, мам, давай курицу зарубим. Она говорит, ты что? А, нет, у них тут куры в Брянске считаются как домашнее животное. Ну, как кошка или собака, как хомячок. Так что, куры у них на особым счету. Вот так вот. Такие вот пироги. Завтра мне на работу. Мне нужно за два дня. Две тысячи заработать. Ну, я как бы только-только начала осваиваться заново эта профессия, поэтому это нормально. Для деревни Карачево, города Карачево, Брянской области, две тысячи за два дня, это нормально. У меня уже человек двадцать точно есть клиентов. Шучу, десять клиентов. Надо как-нибудь видос заснять, как я подстригаю людей. Вот это будет здорово. Когда только училась, были там какие-то фотки. А так, особенно, никаких обычных фотографий нет. Так что, такие дела. Ника ушла гулять с мальчиком со своим. Я решила, ну, что, я уже по десять раз повторяюсь. Ну, ладно. Пойдем смоем с вами маску. Посмотрим, какая у нас кожа получилась. Какой-то эффект будет, хотя, фиг его знает. Может, и будет какой-нибудь эффект. В хорошем качестве. Не знаю. Посмотрим. Сейчас еще чуть-чуть порежу помидорчиков. И тогда будет все ясно. Что, как, да, и почему. Интересно, памяти телефона много или нет? Я еще навернула свой телефон Asus. Еще хуже он у меня стал работать. Хорошо, что хоть видеоклипы я могу теперь хоть чуть-чуть в другом качестве, в другом... Ну, не то, что в другом ракурсе снимала. Я, короче, наоборот. Если я раньше видео делала на внешнюю камеру, то теперь в обратной стороне у меня телефон наоборот лежит. То есть, если я снимала раньше на эту камеру видосы свои, то теперь я вот так снимаю, потому что камера на Asus навернулась полностью. Вот. Прошу меня понять и простить. Я еще себе новый телефон не купила. И я решила по-другому чуть-чуть сделать свою эту фигню. Чуть-чуть на эту подзабила, потому что я увлекаюсь сейчас, ну, по своей профессии пошла работать. Мне уже надоело фиг знает где работать, коробки эти вещи не таскать. И это... Надоело мне, короче, этой фигней страдать. И я решила пойти в свою профессию и там отсюда идти дальше, короче. Вы поняли. Короче, продвигаться решила в другой сфере. Как я изначально, когда была в расставе, вам говорила, вдруг это мой шанс, и обратного пути нет сюда-сюда. Все шансы жизненные, человеческие, нужно использовать. И если мы их не будем использовать, то мы просто дураками скажемся в итоге. Да, кстати, хотела передать привет большое девчонкам своим, которые работают там, на Орске. Как ваши дела? Спасибо за то, что меня поздравила. Ты, Марина. Для меня это очень было важно. Надюша, тоже спасибо большое. Короче, спасибо вам большое за ваши... Поздравления для меня это было очень миленько. О, короче, сейчас походу видео остановится. Ладно. Батарейки там чуть-чуть у меня уже. Сейчас посмотрю, что там да как. Ну, в принципе, осталось порезать у нас. Что тут нам осталось порезать? Вот такой вот бакаловский перец, мы его порежем. И морковку потереть на терке. Потом все это добавить, все кейсю-месю добавить в одну кастрюлю, поставить на мелкий огонь, добавить перчика, разных вкусных спицей, которые вам именно нравятся. И варить минут 20. Можно даже чуть побольше, около часа. И потом литровые баночки берем, выливаем эту кейсю-месю в литровые баночки, закручиваем. И зимой на Новый год открываем под водочку, или еще под какие-нибудь там другие напитки, в зависимости от того, что вы пьете. И кушаете, закусываете вот эту вкуснятину. Это фигня. Подо все подходит, короче говоря. Оттенками миру любовь! У нас уже пол чашки помидоров. Чашка маленькую я взяла, скорее всего. Ладно, пойду я маску сниму, а то что-то мне уже неприятно в этой маске находиться, почему-то. Она скользкая какая-то. Уже, в принципе, достаточно увлажнили кожу. Вот, интересно, ее два раза можно использовать? Ну, она высыпнет. Ну, ладно. Вот, еще раз вам показываю, какая у меня маска. Посмотрим, какой будет результат. Я пошла маску смывать. Ну, вот. Короче говоря, это для перца тарелка, та тарелка для морковки. И вот, сняла я маску. Кожа маска это увлажнила. Мне очень понравилась. Понравился эффект от этой маски. Советую всем эту масочку, которую я вам показывала. Кожа прям такая гладкая-гладкая стала. Не знаю, получится мне вам ее показать или нет. Сейчас покажу, попробую, постараюсь. Вот. Ну, другое ощущение. Не суховатая, а вот такая вот гладкая, мягкая. Вот. Видите? Руки ужасное состояние, как у мужика. Опять руки превратились. Надо что-то делать. Ну, что делать, я без понятия. Короче, потом с руками определимся. Ладно, давайте дальше готовить салат. Так, отрицать. Продолжение следует...